Ученые и биологи на собственном опыте убедились, что животные прекрасно поддаются дрессировке и отлично уживаются с людьми. Теперь купить и завести дома свою собственную лисичку может буквально каждый. Нужно только знать несколько основных аспектов разведения этих интересных и необычных животных. Следует внимательно рассмотреть все законодательные нюансы, которые могут возникнуть. В России вы можете завести лису совершенно официально, но некоторые страны подобное домашнивание вручную запрещают. Переехать в такую страну со своим любимцем уже не получится. Лиса требует определенного ухода. Более того, вашему необычному питомцу обязательно потребуется свое логово. Малогабаритная квартира не лучшее место. Лису придется отдать как минимум балкон, где нужно выстроить загородку, оборудовать туалет. Они по счастью быстро приучаются следить за собой. Эти животные все ядные, почти как обычные собаки. Так что можно смело кормить их качественным собачьим кормом с определенными добавками. Лисам требуются овощи, фрукты и ягоды. Собственно, никаких особых указаний по домашнему лису не существует. Чем больше вы времени уделяете своему питомцу, тем больше он к вам и привыкает. Лисы очень любят играть и отлично поддаются дрессировке. Хотя на воле лисы предпочитают жить в одиночку, это вполне контактные животные. Они очень быстро подстраиваются под уже существующую в доме иерархию и отлично находят общий язык как с собаками, так и с кошками. Отдельно стоит упомянуть феньков. Животное вида Вулпи Зерда. Выглядит будто персонаж всех милых мультиков мира сразу. Лис-фенек водится в Сахаре и довольно дорог. Зато только этот вид, наравне с чернобурой лисой, приживется у вас дома наверняка. Не нужно забывать о том, что лисы животные дикие. Они вполне могут представлять определенную опасность мелкой живности и даже детям. Если не уделять воспитанию лисы достаточно времени, вы получите просто дикого зверя, не очень-то довольного постоянно замкнутому пространству. Лучше всего будет обратиться в один из проверенных центров разведения, где вам гарантированно продадут ручного и здорового лисенка. Проще всего найти нового друга в сети. Средняя стоимость месячного щенка не превышает 20 тысяч рублей. И напоследок народная мудрость. Многих останавливает то, что они никак не могут сдвинуться с места. Ставим лайки, подписываемся на мой канал, рассказываем друзьям и всем спасибо.